Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск бьюти новостей Не знаю как вы, но я предельно так соскучилась по этому формату Давно мы с вами вот так вот не собирались и не обсуждали, что такого интересного происходит в бьюти сообществе Какие интересные релизы, какие не очень интересные релизы Ну по крайней мере с моей точки зрения, как обычно, потому что я здесь одна И вы потом можете только в комментариях высказываться Что собственно я и призываю вас делать Обязательно пишите и свое мнение о той косметике, о которой я буду говорить Тем более, если вы что-то из этого пробовали Ну что ж, давайте приступать Кстати, если что, вам не показалось у меня немножко гнусавый голос Потому что я на прошлой неделе простыла и до сих пор еще полностью не вылечилась Поэтому мой голос сегодня добавит немножко дробатизма Что ж, если вы следите за всемирным бьюти сообществом То наверняка тоже уже устали от того, что все, вот просто абсолютно все Вот абсолютно все сейчас говорят о Кайли Скин Но если вдруг вы не в курсе, то Кайли Скин это линейка по уходу за лицом Которую выпустила знаменитость Кайли Дженнер И у меня такое впечатление, что интернет поделился ровно на два лагеря Первые просто целуют пятую точку Кайли Дженнер без конца и края И есть другая сторона лагеря, которой, вы знаете, мне даже кажется, что нравится Насмехаться над Кайли Дженнер И среди них как раз таки модно поливать грязью абсолютно все, что она делает Мол, зажралась миллиардерша малолетка, нужно ее чуть-чуть спустить с небес на землю А Кайли при этом продолжает богатеть И мне кажется, ей абсолютно все равно, что о ней говорят блогеры Потому что у нее огромнейшая фан-база, которая все равно скупает абсолютно все, что она выпускает Я постараюсь подойти к этой линейке непредвзято Скажу честно, меня она мало интересует И я на многие обзоры уже попала, много кто попробовал эту линейку Я посмотрела также на составы И вы знаете, мне понравилось мнение одного блогера И она сказала, что в принципе, если рассматривать основную аудиторию Кайли Дженнер То это в основном молодая аудитория И в принципе, для вот этой аудитории линейка неплохая Она довольно базовая Там нет ничего сверхъестественного Вы там не найдете какой-то безумный анти-эйдж Или какие-то новые технологии, которые Кайли специально сама для вас разрабатывала Нет, ничего такого На мой взгляд, это в принципе действительно неплохой уход для молодых людей Цены там варьируются в промежутке 20-30 долларов В среднем все стоит 22-24 Самый дорогой продукт это сыворотка с витамином С И о ней, кстати, я хочу поговорить отдельно Потому что, судя по составу, сыворотка должна быть действительно неплохая Потому что на втором месте после воды там уже входит состав витамин С Опять-таки, нигде не указано в каком процентном соотношении Может быть там в сыворотке, я не знаю, 90% воды И 1% витамина С И дальше мы идем по списку со всеми остальными ингредиентами Может быть наоборот Там 20% содержание витамина С Тогда за 28 долларов это просто находка Бонусом также является то, что используется стабильная форма витамина С А это очень хороший ингредиент И еще мне хотелось бы отметить тоник Тоник тоже мне понравился по составу Потому что там высокое содержание сквалена Ну, как высокое В принципе, в тонике вообще высокой концентрации каких-то ингредиентов В принципе, нет Потому что в тониках обычно огромное содержание воды И даже если какие-то ингредиенты идут после воды В достаточно высокой, казалось бы, концентрации Скорее всего, их там в процентном соотношении все равно немного Но, тем не менее, тоник есть тоник Это не сыворотка, и мне понравилось, что сквален входит в состав Это очень хороший увлажняющий компонент Лично мне очень интересно все-таки понаблюдать за обзорами на сыворотку с витамином С Посмотреть, как люди на нее реагируют спустя какое-то время, хотя бы месяц А не просто по первым впечатлениям И если отзывы будут положительные, то вполне возможно, что сыворотку эту я себе прикуплю Еще один громкий релиз, о котором я хочу поговорить, будет под грифом Дождались Наконец-то, наконец-то всемирно известный блогер Жаклин Хилл выпустила свою линейку косметики под названием Жаклин Косметикс Почему делала ударение на слове «свою»? Потому что, мне кажется, она уже всех абсолютно задолбала своими коллаборациями с Морфи И если первые воспринимались хорошо, то все последующие как-то все были хуже и хуже И она получала просто огромное количество критики за то, что она постоянно манит вроде бы как своей линейкой косметики Но в итоге ничего не выходит из года в год Она говорит, вот, ребятки, подождите, вот скоро будет моя косметика Проходит год и как бы ничего не происходит Потом следующий, потом следующий По-моему, она начала вот эти разговоры о своей линейке косметики еще с 2015 года и на минуточку уже 4 года прошло Но, тем не менее, лучше поздно, чем никогда Первым релизом она сделала коллекцию нюдовых помад Это помады в классической форме, в линейке 20 оттенков Абсолютно любой оттенок нюда, который вы только можете представить, наверное, там есть Я посмотрела эту растяжку оттенков и, знаете, мне понравилось Действительно, есть все и для всех Поэтому, если вы до сих пор еще не смогли найти свой идеальный нюд То вполне возможно, что у Jaclyn вы сможете найти то, что вам понравится Правда, ценник немножко кусается За обычную помадку нужно будет отвалить целых 18 долларов Лореаль буквально пару дней назад анонсировали свои новинки И, вы знаете, у меня так слегка случилось дежавю В основном этот эффект вызвал их новый биби-крем И я все-таки надеюсь, что он таки новый Который они гордо называют биби-саможик Короче говоря, своей упаковкой этот биби-крем мне очень сильно напомнил Ужасно провальнейший продукт от Лореаль, который назывался Бунжур Нудиста Вы помните, в прошлом году я это заказала И я вообще в шоке была, что такую косметику в 2018 году Вообще, в принципе, можно выпустить на рынок Вот я бы хотела посмотреть на это совещание Где они решали Да, вот надо сделать биби-крем Который вообще не будет наноситься на лицо Вот надо сделать так, чтобы он катался Ложился комками, скатывался Абсолютно не держался и выглядел восково Гениально И вот сейчас в очень похожей таре они выпускают новый биби-крем И я считаю, что это провальная идея Потому что ладно, хорошо бьюти-блогеры Они еще заходят в магазин и как-то очень пристально сканируют все, что находится на полках В поисках каких-то новинок Потому что это наша работа В первую очередь интересно делать обзоры на новинки Но обычный покупатель Вот я вот просто так рассуждаю Я думаю, он заходит Так приблизительно просканировал стенд И если этот обычный человек увидит Вот похожую упаковку на то, что он в прошлом году Не дай бог купил И скорее всего выбросил Я думаю, он от этого стенда сразу убежит с воплями и визгами Даже не став разбираться Что теперь это называется по-другому Короче, мне очень интересно Действительно ли они изменили формулу к лучшему И действительно ли теперь это легкий тональный флюид Который легко перекрывает, но при этом красиво смотрится Или же это опять то же самое И, кстати, в похожей упаковке на BB крем Они выпустили еще 4 новых хайлайтера кремовых Которые называются Glow Sherry Я в инстаграме видела рекламу этого хайлайтера Вы знаете, меня она заинтересовала Красиво выглядит А вот есть у меня такое подозрение, что вот эти хайлайтеры мне понравятся Они, скорее всего, достаточно выразительные Но, как вы знаете, я обожаю L'Oreal Glow Monomore Который сегодня опять-таки на мне И вот мне кажется, у L'Oreal все-таки хайлайтеры получаются хорошо Поэтому мне бы, например, хотелось бы попробовать И еще среди новинок там фиксирующий спрей Который называется Shake & Glow Для меня здесь самый важный вопрос Есть там спирт или нет? Если там спирт есть, то все Мы с ним даже знакомиться не будем Потому что на этом канале мы себя спиртом не поливаем Ну а если поливаем, то очень редко и неохотно У них, кстати, тоже вышла новая линейка Которая называется Bear With Me И там в этой линейке представлена база под макияж Фиксирующий спрей Легкая тонирующая основа И кремовые румяна И я, как только увидела это на Lady Makeup Сразу же заказала абсолютно все, кроме спрея Потому что в спреи, к сожалению, наш любимый денатулированный спирт Что касается остальной косметики из этой линейки То там состав нормальный Ничего криминального я там не увидела Очень интересно, как себя поведет тонирующий крем Потому что прошлый релиз, который я обозревала Это была линейка Can't Stop, Won't Stop И это просто супер-мега перекрывающие такие средства А здесь уже что-то такое более легкое Тем более сейчас лето Мне кажется, это максимально актуально Поэтому мы с вами проверим, как только до меня дойдет моя посылочка Знаете, кстати, что я еще заказала из новинок? Ой, здесь, наверное, нужно немножко предыстории вам рассказать Вы наверняка так же, как и я, любите марку Makeup Revolution Потому что они умудряются выпускать очень крутую косметику За достаточно низкий ценник И так как они сейчас чуть ли не доминируют вообще на рынке косметики В бюджетном сегменте Они решили, что бы нам еще такого сделать Чтобы еще больше увеличить прибыль И они решили пуститься в уход Мне кажется, идея с их стороны просто гениальная И они начали с выпуска нескольких сывороток, если я не ошибаюсь Которые стали безумным успехом После чего они буквально каждую неделю выпускают что-то новое И в линейке Revolution Skin Care уже огромное количество и сывороток, и кремов, и масок, и чего там только нет Состав там тоже очень простой Из нескольких буквально ингредиентов И это позволяет сделать каждую отдельную ванночку достаточно недорогой Так вот, недавно весь инстаграм был завален их новой коллаборацией с инстаграм-блогером Jake Jamie В этой коллаборации они выпустили три разных маски для лица и одну эссенцию Маски просто безумно привлекательно выглядят Там есть одна и для увлажнения, вторая для питания, третья для сияния, по-моему, если я не ошибаюсь Короче, я заказала абсолютно все, что было в этой коллаборации Опять-таки приедет Обязательно с вами поделюсь впечатлениями Буду снимать до и после на все эти маски Поэтому вы сможете хорошенько рассмотреть, что каждый из них делает Также я, конечно же, проверила состав перед тем, как заказывать эти маски И вы знаете, он достаточно неплохой Учитывая то, что каждая маска стоит всего лишь 11 долларов Это очень неплохой бюджетный вариант Потому что за 11 долларов, поверьте, можно купить гораздо, гораздо что-то хуже Ну и какие же бьюти-новости без новинок от Jeffree Star Cosmetics За последнее время у него было три релиза Он выпустил свои консилеры, пудры для закрепления макияжа и блеск для губ Сколько обзоров я не смотрела, все, естественно, боготворят просто этот консилер с пудрой Меня консилер тоже сначала заинтересовал Я подумала, может попробовать И, кстати, до сих пор, в принципе, у меня эта хачучка еще полностью не успокоилась Но, посмотрев состав, я понимаю, что это, знаете, такой силикон на силиконе Который силиконом погоняет И сзади там еще тоже несколько силиконов плетется Не то чтобы это плохо, но я в составе не увидела чего-то такого Что обычно я люблю Что-то увлажняющее, что-то питательное для зоны вокруг глаз Потому что у меня в этой зоне, как у большинства зарубежных бьюти-блогеров, нет филеров Поэтому у меня есть морщины, в которые это все может заваливаться и также выглядеть сухо Я так думаю, что этот консилер больше всего напоминает знаменитый Tarte Shape Tape То есть тоже такой плотный, замазочный, но в то же время очень стойкий Вот если вы, кстати, пробовали Magic Star Concealer Пожалуйста, напишите в комментариях, какие ваши впечатления Стоит он того, не стоит, сушит, не сушит Как он держится, заваливается ли он там во все складочки или нет В общем-то, мне очень интересно об этом узнать И, кстати, что мне хотелось упомянуть, о чем вообще никто не сказал, кстати И что было для меня огромным удивлением, когда я зашла на его сайт Это то, что у него есть программа по обмену оттенка, если он вам не подошел Я имею в виду сейчас консилер То есть если вы заказали консилер, попробовали его и решили, что он для вас слишком темный или слишком светлый Вы можете обратиться в его службу поддержки и сказать, что вы хотите другой оттенок Они для вас этот оттенок зарезервируют Вы им отправите консилер, который вам не подошел И они вам бесплатно отправят тот консилер, который вы считаете лучше вам подойдет Единственное, на что вы здесь потратитесь, это на почтовые расходы Когда будете отправлять свой консилер назад в Америку Но все равно я считаю, что консилер этот стоит сколько? 22 доллара Поэтому даже если вы потратите доллара 4 на то, чтобы отправить его обратно Мне кажется, это все равно оправданно И на мой взгляд, лучше получить то, что более идеально тебе по оттенку подходит И последнее, о чем я вам хочу рассказать, это новость, которая вот буквально чуть ли не 5 минут назад возникла Я листала инстаграм и увидела, что Urban Decay выпускает новую тональную основу Кстати, давненько ничего они, по-моему, не выпускали Которая называется Stay Naked У этой тональной основы будет аж 50 оттенков Я уверена, что они разные подтоны сделали, что, кстати, очень удобно Стоимость будет 39 долларов По-моему, вполне нормально для бренда Urban Decay И единственное, что пока известно, это то, что написано на упаковке А на упаковке написано, что это невесомая жидкая тональная основа Со стойкостью до 24 часов В общем-то, интересненько посмотреть, что это такое будет Ну что ж, у меня все Надеюсь, вам этот выпуск понравился Обязательно напишите в комментариях, что вас заинтересовало Что бы вы хотели сами попробовать И на что бы вы хотели, чтобы я сделала для вас обзор А я уже на этом буду заканчивать Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему палец вверх Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь Это можно сделать, нажав на круглую конку вот здесь вот И также YouTube сейчас вам предлагает и другие мои видео Если вы их еще не смотрели, то обязательно посмотрите А если вы их смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней Субтитры сделал DimaTorzok